это деятельность разума допустим девушка знает что этот человек не возьмет меня замуж он просто хочет наслаждаться мной и она отвергает его не хочет с ним общаться а другая не понимает этого она думает что он возьмет он бац не взял а значит разум слабее то есть не хватает проницательности не хватает способности понять человека куда же эта способность понимать человека берется она берется из изучения жизни жизнь изучается не по книжкам да она изучается и жизненного опыта то есть нужен кто-то кого достаточно большой жизненный опыт который бы мог помочь с этим вопросом таким образом деятельность разума она это не теоретическая вещь это больше практика и эту практику изучает тоже наука но она совсем другая наука допустим если взять химию физику мы говорим это точные науки есть нравственные науки они тоже точные но люди не знают об этом они думают что это не точные науки например правда у всех своя говорят ничего подобного правда у всех одна это точная наука но она плохо изучена в современном обществе из-за этого в нашем обществе 80 процентов разводов люди которые приходят загс создать семью из них 80 процентов потом разводится причина почему так люди ошибаются они не могут правильно это сделать это что они друг друге ошибаются не друг друге не ошибаются они ошибаются в своем поведении и так это объясняет что жизнь человека означает жить означает учиться быть счастливым жить это где жизнь это деятельность разума то есть надо учиться быть разумным чтобы жить потому что некоторые люди просто живут они живут как вот бог дал вот они не пытаются понять что такое жизнь они просто живут как могут и все это неправильно это не дает хорошего результата и так есть разум есть еще одна структура психическая с помощью которой мы живем она называется чувство собственного достоинства или как говорят эгоизм человека или ощущение себя как личности это одно и то же все то есть человек чувствует себя таким-то человеком иногда чувство собственного достоинства работает правильно и приносит всем счастье а иногда чувство собственного достоинства работает неправильно и разрушает жизнь вот допустим женщина говорит у меня мне не любит муж и мой сын если плавно там только муж не убил можно было сделать предположение что наверное он какой-то ненормальный что не любит такую хорошую девушку или женщину вот но если еще и сын то значит тогда есть можно предполагать что в этом есть какая-то закономерность можно эту инка закономерность начать изучать и прийти к выводу чего я неправильно делаю в отношениях чего я недопонимаю мужчина что они так меня отвергают сразу возникает вопрос а почему так неужели так трудно понять женщине мужчину мужчине женщину или понять друг друга вообще никто не понимает своих детей для этого непонимания есть причины серьезные причины первая причина эта деятельность чувство собственного достоинства и да объясняет когда человек хочет жить так чтобы все близкие мы приносили счастье он нацелена это тогда понималка не работает в этот момент разум не способен анализировать все что происходит вот девушка меня спросила почему хороший человек вроде бы со мной хочет жить а я его не люблю я его ну как бы не понимаю потому что эгоизм или чувство собственного достоинства в этих отношениях работает эгоистично есть бескорыстное чувство собственного достоинства но дает знание человека просветление когда человек склонен заботиться служить о людях тогда он способен понять людей вот например я сейчас лекцию читаю читаю так что-то декларирую и вас вообще не вижу я вас пойму для того чтобы не вас понять не нужно увидеть ваши лица почувствовать что вы хотите узнать от меня через ваши лица и давать вам именно то что вы хотите узнать это означает служение состояния сознания таски за всегда всегда легче что-то толкать свое болтать но почувствовать людей тяжелее а еще тяжелее простить если допустим кто-то тебе нехорошо относится это еще тяжелее а еще тяжелее общаться с тем кто тебе вообще не доверяет но если человек настроен правильно служить тогда он не то что ему все равно ему не все равно всегда не будет все равно но он все равно готов служить всем даже тем кто ему не доверяет вот например я хочу послужить вот девушки которая сидит за камерой и смотрит на меня не знаю не знает как смотреть и так повернулась это есть два варианта или вы пересядьте вот на следующий ряд или на соседний стол до камеру мы оставим в этом случае я вам разрешил туда пились ты туда спроси вам видно нормально сзади вот и вот девушка белом нормально и так наша цель сейчас глубже понять как жить для этого я должен вам служить серьезно заботиться о вас вы должны внимательно слушать пытаться почувствовать что о чем я говорю потому что если вы будете замкнут и зажаты тогда вы не сможете понять неправильно я говорю и неправильно я говорю то есть зажатость или недоверие вызывает неспособность воспринимать информацию для того чтобы понять человека прав он или нет нужно доверие означает открытость способность воспринимать это открытость возможно если есть любовь в отношении если люди чувствуют агрессию от человек какую-то недоброту тогда в этом случае воспринимать открыто очень сложно но практически невозможно и так чувство собственно достоинства или эгоизм человека всегда склонен жить для себя это просто обычное чувство самосохранения этот эгоизм усиливается когда человек имеет какие-то трудности в жизни например он голоден когда человек гонит гладин он больше раздражителя меньше бедит людей больше думает о себе когда человек устал допустим он тоже меньше видит потребности людей больше видит свои потребности когда человек болеют то же самое происходит он капризничает ему нужна забота и он меньше воспринимает потребности тех людей которые его окружают. Это же возникает, когда человек гордится собой или считает себя лучше. Например, если я, допустим, собой загордился, то тогда меня не сильно уже волнует, зачем вы пришли на эту лекцию. Меня начнет волновать моя популярность. Ну то есть насколько как бы лучи славы, они как бы есть или их нет. Ну то есть видите, эгоизм всегда нуждается в корректировке. И веды объясняют, что быть счастливым означает постоянно беспокоиться о том, куда твоя психика направлена. Если она направлена на то, чтобы жить для себя, тогда будет один результат жизни – страдания. А если твоя психика направлена на то, чтобы жить для других, тогда будет счастье. Интересно знать, что когда человек чувствует боль, ему трудно жить, тогда он испытывает страдания. И его психика направляется на себя. Интересно знать, что получается замкнутый круг. Например, девушка не может выйти замуж, ей больно или нет жить? Видите, есть боль в теле, эгоизм пронизывает все. Когда боль в теле, мы отдергиваем руку. В это время возникает самосохранение, эгоизм направляется на себя. Если человек не чувствует никакой боли, он может даже, допустим, жертвовать собой, даже своим телом. Он может в огонь пойти, чтобы спасать кого-то, хотя он знает, что там будет больно. Но он все равно настроен и терпит эту боль. Но когда человек обжигается просто так, без всяких мотивов, то он испытывает жалость в себе и так далее. Видите, эгоизм может по-разному работать. Есть боль в теле, есть боль в чувствах. Например, мне не нравится, как подано блюдо, оно некрасиво выглядит и есть, я это не хочу. Это, допустим, мужчины вообще могут не понять, о чем речь, особенно голодные. А женщины могут, потому что у них чувства, они более эстетическую природу имеют. И женщины не всегда готовы кушать то, что выглядит некрасиво. Кто вот из женщин не готов кушать то, что выглядит некрасиво? Поднимите, ведь есть такие. Это нормально. Это означает, что женский эгоизм, он имеет более эстетическую природу. То есть женщина направлена на красоту сильнее, чем мужчина. Поэтому она чувствует красоту этого мира и ее эгоизм также выбирает, что ей подходит, а что нет. Допустим, женщина вообще не может, в принципе, ходить в платье, которое ей не нравится. Она, ну, некоторые могут какое-то время, конечно, ходить, особенно если это рабочая одежда. Они просто принимают это, ходят, привыкают потихоньку. Но по жизни девушки обычно ходят в той одежде, которая ей нравится, приятно. Так действует эгоизм. Иногда он становится очень болезненным, этот эгоизм. Например, если эгоизм, допустим, тело становится очень чувствительным, человек начинает страдать аллергией. Он не может соприкасаться, допустим, с холодом, или не может с пылью соприкасаться, или что-то еще раздражает его тело. Это деятельность эгоизма. Эгоизм бывает в чувствах, эгоизм бывает в уме. Например, умственная деятельность, мышление. Человек может обидеться. Это означает деятельность эгоизма в теле, в уме. А бывает, что эгоизм действует в разуме. Означает, что человек просто не согласен с чем-то. Вот, допустим, я что-то говорю, он говорит, я не согласен, не согласен. Это означает деятельность эгоизма в разуме, потому что эгоизм всегда приносит боль человеку. Допустим, бывает так, что я говорю, и вы чувствуете, наверное, это не так. Ну, вы можете это как среагировать, подумать? Ну, наверное, может это быть не так. Надо разобраться в этом вопросе. Может быть так, а может быть не так. Я разберусь в этом вопросе. Но бывает, что человек просто не согласен. И это означает, что эта информация вызвала боль. И в этом случае это на 100% так, что это значит, что эта информация не соответствует вашей жизни. Ну, то есть, если у вас в жизни есть какое-то событие, допустим, вы бросили мужа. Я говорю, если вы бросите мужа, допустим, такой постулат, то вас в следующих отношениях тоже кто-то бросит. И у вас сразу протест. Почему? Почему? Не могла с ним жить, с этим мужем. Почему теперь еще и опять меня страдать из-за этого? То есть, возникает сразу протест, и знание это не принимается в этом случае. Видите, так действует эгоизм. Он может заблокировать принятие знания. То есть, человек не хочет это слышать. Он говорит, нет, 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 это знание мне не подходит. Почему? Потому что его возможность жить дальше счастливо от этого вроде бы страдает. Ему кажется, что это принесет ему несчастье. Человек без счастья жить не может. Поэтому с его жизнью, с его судьбой, знанием отступает такое, как будто бы, противоречие. Итак, есть три категории. Эгоизм, есть разум, есть ум. В уме мы живем. Все чувства познания этого мира, у нас есть пять чувств, они все принадлежат уму, они живут в нем. Судьба человека также действует внутри ума. Она действует также и на грубое тело, потому что, на наш организм, потому что в организме происходит, действует энергия ума. И она регулирует все органы и системы. Поэтому судьба заставляет человека болеть, судьба заставляет человека чувствовать плохое настроение. И что такое судьба? Это влияние из прошлого на нашу жизнь. Но не то, что прошлое существует прямо сейчас и нас мучает. Это происходит по-другому. У нас есть глубинная память, вот здесь в области, на тонком плане, в области сердца, есть такой шар психический, его называют Мохабхага. Это на санскрите. Этот шар, в нем содержатся все наши поступки и желания, которые мы имели в этой жизни и в прошлых жизнях. Веда объясняет, что тонкое или психическое тело, оно не умирает в момент смерти. И поэтому мы живем много-много жизней. И каждая жизнь, она накапливает определенный опыт. И этот опыт, когда мы ошибаемся, мы должны отвечать за эти поступки. И мы получаем в этой жизни экзамены и наказания какие-то за предыдущий опыт нашей жизни. Допустим, если предположить, что этот мир соткан из справедливости, а иначе зачем в нем жить, если он несправедлив, зачем тогда в нем жить в этом мире? Нет смысла? Если мир соткан из справедливости, тогда зачем маленький ребенок уже рождается инвалидом, если он еще не жил и ничего не делал? Это означает, что он что-то делал не так в прошлой жизни и получил наказание с самого рождения. Только одна причина может быть, почему ребенок рождается с детства уже инвалидом. Больше нет никаких причин. То есть в прошлой жизни были какие-то у него неправильные поступки. Видите, мы сразу начинаем видеть, что есть, оказывается, еще и прошлой жизни. Что мы не одну жизнь живем, как некоторые думали. Это означает уже совсем другая жизнь. Допустим, если человек считает, что он одну жизнь живет, тогда как мы живем? Пей, гуляй, веселись. То есть живи, как нравится, одну жизнь жить. И даже если ты проживешь мало, но зато классно. Но если человек понимает, что ему потом это все расслебывает в следующей жизни, тогда он начинает уже задумываться, как ему жить в этой. То есть включается такое понятие, как совесть. И веды объясняют, что совесть — это божественная сила. Веды объясняют, что есть Бог также, высшая душа. То есть есть душа — это мы. Веды объясняют, что человек имеет... Это искорка вечности, счастья и знания. То есть человек — это душа, это маленькая искорка. Слово «атом»... Знаете, откуда взялся слово «атом»? Потому что есть «атма». На санскрите «атма» означает «душа». Она вот таких же размеров, как «атом». И древние ученые знали, что такое «атом» и что такое «атма». Атом — это материальная частичка, а «атма» — это духовная частичка. Мы с вами духовные частички. Вот каждый человек — это всего одна «атма», одна душа. Бывает, что в теле две «атмы» находятся. Когда женщина беременна, то в её теле две души находятся. Одна душа — она, а другая душа — это ребёнок. И она чувствует, что у неё меняется аппетит. Она уже не может кушать, как раньше, ей надо что-то другое кушать. У неё меняется характер. Она говорит, что-то я не пойму, что со мной вообще происходит. Я как-то себя странно начала себя вести. Вот. У неё меняется поведение. Всё начинает меняться, потому что две души в одном теле. И она, женщина беременная, обычно себя туго понимает. Она ходит, думает, что такое со мной происходит. Поднимите руку, вот женщина беременная. Так ведь? Так? Вы чувствуете что-то не то. Не как обычно, да? Не волнуйтесь, когда родится, опять всё будет как обычно. То есть, видите, дружба должна быть у человека. Бескорыстная дружба мужская. Бескорыстная означает, эгоизм работает правильно. То есть, он направлен на служение другому человеку. Есть любовь у меня. Любовь означает тоже служение. Это не означает балдеть, как сейчас думают. Сейчас люди вообще думают, что любовь исходит не из сердца, а из какого-то другого места, потайного человека. Вот. На самом деле, любовь — это сердце, это чувство, связанное с душой. Душа находится в сердце, и любовь тоже исходит из сердца. Она, конечно, может дойти до других мест в организме, но сначала она должна в сердце появиться, иначе это будет не настоящее чувство, не то, которое принесёт глубокое счастье. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так. Любить. Правильно. То есть, любовь исходит из сердца. Итак, видите, мы с вами изучаем то, что мы в жизни чувствуем, понимаем. То есть, может быть, не всё это научно доказано, то, о чём мы говорим, но зато это помогает решать проблемы жизни, нашей судьбы, нашей жизни. Таким образом, древние священные писания, они были основаны немножко по-другому. Их знание, оно давалось практически для того, чтобы люди смогли решать проблемы своей жизни. современное знание обычно основывается на доказательных каких-то аспектах. Например, если не доказано, что есть тонкое или психическое тело человека, зачем тогда об этом вообще говорить? Такое знание в древней культуре называлось восходящим. То есть, человек может ориентироваться только на то, что он в эксперименте сам установил. То есть, человек восходящий знает, знание означает от человека к этому миру. То есть, если человек что-то доказал, значит, он имеет право этим оперировать. Но есть ещё нисходящее знание, веды объясняют. Это когда знание приходит от высшей жизни, от Бога и от святых людей. Например, святой человек говорит, не обманывай в своей жизни. И ты думаешь, где доказательства, что не надо обманывать? Но это нисходящее знание, здесь не нужны доказательства. Доказательством является чистые, светлые глаза этого человека, наполненность счастью. Что такое святое? Это значит, что от него свет исходит. То есть, свет означает энергия счастья. То есть, он счастлив. У него очень много этой энергии счастья. И если ты хочешь, чтобы у тебя столько же было, тогда послушай, что он тебе говорит. Но он будет говорить немножко не то, что ты можешь прочитать в учебниках по биологии или химии. Он будет говорить тебе о какие-то вещи, которые можно только сердцем услышать и понять. Означает, что человек принимает что-то на веру, а не использует знание, полученное в эксперименте. Понимаете, есть восходящее знание, которое мы... Важно тоже это знание иметь. Без расчетов ракету не запустишь. Неправильно посчитали, ракета взорвется в воздухе, и все погибнут. Таким образом, восходящее знание нужно для того, чтобы мы оперировали какими-то вещами, которые мы сами создали в этом мире. Например, мы строим дом, нужно знать чертеж. Это тоже надо изучать. Но как делать чертежи? Это создает современная наука. Но есть другая наука, которую мы забыли напрочь. Эта наука, она не создает чертежи. Она объясняет, что такое жизнь. А жизнь мы создать не сможем никогда. Потому что жизнь создает высшая сила. Понимаете? И так же она создает семью. Некоторые люди говорят, я себе близкого человека нашла. Иди найди 10 рублей в Уфе. Погуляй, походи, поищи. Если не найдешь, тогда подумай, как ты человека нашла. За 10 рублей найти не можешь. Надо понять такую вещь, что жизнь это какая-то другая вещь. Она не нами создана. Мы себя не рожаем. Так ведь? И мы не знаем даже, что с нами происходит потом дальше. И мы сами не хотим умирать, но почему-то так получается. То есть оставлять тело. Мы не хотим. Это значит, что наша жизнь как-то управляется свыше. Мы тоже об этом слышали, что есть такое понятие судьба, что с ней как-то надо разобраться со своей судьбой. А что мне положено вообще по судьбе? Положно детей иметь или нет? Если не разобраться с этим вопросом, тогда можно прохлопать свои шансы. Например, если женщина чувствует, что она не сможет сама родить, она чувствует свою судьбу, она берет ребенка на воспитание и опять же чувствует материнство вместе с ребенком с этим. Она чувствует счастье в отношении к этой ее, сын, все правильно, но она его не рожала. Это ее сын или нет? Некоторые думают, нет. Это ошибка. То есть это ее сын, родной сын. Но она его не рожала. Видите? Сразу говорит, как же он родной, если я его не рожала? Вот, надо подумать об этом. Есть разные представления об этом вопросе. Некоторые думают, родной только тот, кого я рожала. А Веда объясняет, что если женщина воспитала человека, то она больше имеет прав на него, чем даже та женщина, которая родила. Ну что такое родить? Ты просто полежала, понаслаждалась, потом раз, узнала, что у тебя там что-то растет внутри. Ты сама выращиваешь, что ли, это все, нет? Кто-то другой выращивает, потому что мы же там ничего не склеиваем, не создаем, да? Просто ходим, и как бы там само все-то растет. Потом само как-то рожается. Причем, если ты пытаешься там что-то делать, тебе говорят, слушай, лежи спокойно, расслабься. Все само родится. Так ведь, как у Шерки говорят, или нет? Они говорят, не дергайся, расслабься, успокойся, сейчас все нормально будет. Расслабься, успокойся, самое главное, не нервничай. Нервничай означает, прими судьбу, дай возможность самому все родиться, и все само родится. Таким образом, видите, как бы мы много чего не знаем, и вот это вот восходящее знание здесь не поможет. Мы не знаем, например, что чувствует ребенок в утробе матери. Мы не знаем об этом ничего, потому что измерить ум не могут, настроение человека невозможно измерить, это друг более тонкие функции уже, которые не подвластны нашим прибором современным. Поэтому существует еще духовное знание, или знание, которое принимается просто через веру. Надо найти человека, которому ты доверяешь. Если он обладает этим знанием, он будет тебе объяснять, что такое жизнь, как жить правильно. Потому что жизнь уже не подвластна науке. Наука не может ее ни создать, ни уничтожить. Допустим, если наука создает атомную бомбу, она может уничтожить жизнь? Жизнь можно атомной бомбой уничтожить? Кто считает, что можно поднимать тело? Вы ошибаетесь. Жизнь атомной бомбой уничтожить невозможно. Потому что душа и тонкое тело оставляют жить, и никак на них атомная энергия не влияет. Потому что тонкая энергия ума и души миллиард раз тоньше, чем энергия атома. Поэтому душа спокойно дальше идет в новое тело. она остается живой, несмотря на то, что она решается грубого тела. Вот это надо понять. Это не просто понять. Жизнь невозможно разрушить. Можно разрушить тело просто. То, где мы живем. Это наш домик. Домик можно разрушить, саму жизнь нет. И многие другие вещи, которые мы должны тоже понять. Первая вещь. Отношения мы не создаем, а создают высшие силы. Человек не может полюбить сам. Может он взять и захотеть, и полюбить. Может человек? Нет. Кто пробовал? Хочу этого человека полюбить. Ничего не получается. Сам человек не может полюбить. Связи между людьми создаются свыше. Любовь означает связь. Два человека связаны друг с другом. Это на тонком психическом плане происходит связь. Допустим, человек разрушает созданную Богом связь. Дальше что происходит? Он пытается создать новую связь. Она тоже рушится потом. Почему? Потому что не разрушай то, что тебе не подвластно, то есть сохраняй отношения. Есть правила какие-то определенные, оказывается, по отношению к этой высшей силе, которая с нами общается и живет. Эта высшая сила называется совесть. У каждого человека есть представительство Бога в сердце. Это говорят, есть душа, она как атом, а есть сверхдуша, она сзади стоит. И она является свидетелем наших поступков. От нее ничего не скроешь. Можно своровать в банке, допустим, денежки. А сверхдуша все видела. Она все равно все знает. Совесть все знает. Ну ладно. Итак, есть пять чувств. Первое чувство, об этом надо знать, потому что это меняет жизни. Знание о чувствах меняет жизни. Чувство слуха — это не уши. Уши — это орган слуха. Это то, что дает возможность слух преобразовывать в грубое тело. И нервная система, она работает как бы в результате этого. Но что касается слуха, чувства слуха, то чувство слуха функционирует так же и без грубого тела. Например, в этих экспериментах Моуди то, что человек зависал над телом, он все слышал, то, что там говорили хирурги. Хотя тело грубое в это время не работало. То есть чувство слуха принадлежит уму. И оно предназначено, его функция, она вполне конкретна. Чувство слуха наполняет энергией разум. Разум. То есть силу, дающая возможность нам быть счастливыми. Разум дает возможность быть счастливым. Ум только использует часть. Разум наполняет. Видите, интересно знать, что чувство слуха, оказывается, очень сильно связано со счастьем. Гораздо сильнее, чем другие остальные чувства. Оно потому, что направляет нас в сторону, где есть счастье. Когда человек слушает внимательно, меняется вся его жизнь. потому что у него появляется вдохновение что-то делать. Если, допустим, он почитал, вдохновение не появляется. Он имеет сведения об этом. Он считает, что да, так бывает, все нормально, но чтобы захотеть что-то делать в жизни, нужно услышать. Недостаточно прочитать. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть нужно, чтобы тебе доказали это, чтобы ты в сердце почувствовал, что это так. А это уже идет через звук. Таким образом звук усиливает разум, дает разуму силу, если особенно человек слушает с верой. С верой означает наполняет разум, потому что вера и без веры это функции разума. Допустим, я без веры слушаю, звук не входит в разум, он блок стоит. И человек не может вдохновиться с помощью этого знания. Видите, я не говорю информацию. Информация – деятельность ума. А знание означает вдохновение, означает желание менять, означает решимость, победа над собой. Это знание. Есть информация. Некоторые говорят, я уже это знаю. Все. Нет, ты просто об этом прочитал. Если ты, допустим, не можешь создать семью, если ты не можешь разобраться в своей личной жизни, значит, ты этого не знаешь. Ты просто об этом чего-то читал. Ты имеешь сведения. Но знание означает способность менять свою жизнь. Вот, допустим, если девушка знает, как выйти замуж, тогда она перестает об этом вообще беспокоиться. У ней в сердце появляется чувство, что я точно выйду замуж. И это чувство никогда не обманывает ее. Видите, знание приводит к счастью человека. Девушка знает, как выйти замуж, значит, она нашла правильный путь жизни. Все, получил знание. Следующее чувство это осязание. Чувство осязания. Оно тоже связано с разумом. Но есть две функции всегда в тонком теле. Одна функция сила, а вторая чистота. Две функции тонкого тела. Сила, чистота. Поэтому чувство слуха связано с силой, но усиливает разум. Разум станет сильным. И есть еще чувство осязания. Осязание, оно дает разуму возможность быть чистым или проницательным, способным тонко чувствовать ситуацию. Веда объясняет, что если человек в грязной одежде ходит, он не так тонко чувствует ситуацию. Грязная одежда замыливает сознание. Человек не так тонко это воспринимает. мир. И так как у женщины и у мужчины разум работает по-разному, мужской разум в основном зависит от силы, ему нужна сила в разуме, то у женщины в основном в разуме нужна чистота. Поэтому женщина интуитивно очень сильно стремится к чистоте. Она постоянно все моет, стирает, убирает. Она в грязи жить не может. Она говорит, я не могу в этой квартире находиться, мне здесь противно, все, я как бы хочу сейчас сначала все здесь уберу, а потом успокоюсь. Так или нет? Есть внешняя чистота, есть внутренняя чистота. Женщина говорит, я не могу с тобой жить, потому что у нас грязные отношения. Ты изменяешь мне и это у меня грязь внутри. я не могу с тобой тебя трогать. Мы не можем с тобой вместе как бы по дну постели ложиться, потому что ты испачкал наши отношения. Так ведь? Чувствуется это или нет? Да. И вот так вот. Не может она общаться с человеком близко, если он пачкает отношения. Мужчина говорит, я ничего не пачкаю. Не чувствует, не понимает, потому что у него по-другому работает разум. женщина таким образом является совестью семьи. Она чувствует, где правильно, где неправильно и дает советы мужу. Она является сердцем мужа. Видите, чистота, совесть, сердце, все находится в области сердца, вот здесь. таким образом. Таким образом, существует три зоны, в которых функционирует разум. Первая зона находится в области лба, называется знанием. Человек стремится знание отсюда, через голову. Вторая зона находится в области сердца, на полный прав, связана с любовью. Это тоже энергия разума, любовь. И третья зона находится в области паха, связана с самосохранением. Но это немножко преждевременно сказал, возвращаясь в деятельности чувств. Итак, чувство, тактильное чувство связано с чистотой и загрязненностью разума. И так как половые отношения тоже это тактильное чувство, поэтому, соответственно, половые отношения могут загрязнить человека или очистить. Например, если человек половые отношения строит только внутри семьи, они не загрязняют его. А если он строит с чужими людьми, тогда грязь приходит в его жизнь. Внутренняя грязь, не внешняя, внутренняя, в сердце грязь поступает. Веда объясняет, что есть еще одно чувство, это чувство зрения. И так как глаза — это орган зрения, через глаза видно то, с чем связано чувство зрения. А чувство зрения связано с умом. Оно дает знание о характере человека, о его мыслях, глаза. По глазам можно увидеть характер человека, настроение. То есть это проявление характера прямо сейчас. Настроение человека. Можно увидеть, о чем он думает. Его намерения человека видны тоже в глазах. Если человек хочет увидеть мысли человека, почувствовать, в левом глазу надо смотреть, мысли находятся в левом глазу. А намерение человека, его желание что-то сделать в правом глазу. Понятно? Все имеет свое значение в организме. Судьба находится во внутренних уголках глаза человека, а его осознание себя в наружных уголках глаза. Когда мы смотрим во внутренние уголки глаза и думаем что-то ты какой-то агрессивный, то это тогда не соответствует действительности, потому что агрессивность, которая исходит из внутренних уголков глаза это просто энергия судьбы. Он сам себе этого не знает. Например, у меня был такой случай в Риге, на лекцию пришел один мужчина и он смотрел на меня злыми глазами. Я думаю сейчас вообще убьет наверное меня, прибить меня пришел наверное. Когда лекция закончилась, он встал вопрос задал. Олег Геннадьевич говорит, почему так у меня в жизни происходит, что я, у меня три высших образования, у меня куча друзей, но люди, которые меня встречают первый раз, они со мной очень или боятся вообще меня, или они со мной очень трудно строят отношения. Я потом смотрю, он добрый такой человек, хороший, но из него вот, из его как бы вот отсюда у него исходит вот такая сила агрессии. И страшно на него смотреть даже, если ты обращаешь на это внимание. А если не обращаешь, тогда все как бы нет проблем. часто муж приходит с работы домой с любовью относясь к жене, но так как он работал, у него работа тяжелая, связана там, допустим, он на стройке работает, там все матом ругаются, ему там тяжело с ними, их там заставить нормально, чтобы они себя вели, он приходит домой, у него вот отсюда идет такая, но он сам себе этого не видит. И жена ему говорит, что опять злой пришел? Он говорит, я добрый, я тебе святы принес, я дедушку не бил, я дедушку любил. Видите, если мы не знаем, как устроено это все, то мы начинаем ошибаться, мы ошибочно воспринимаем человека, мы не понимаем его настроение, намерение, намерение человек находится во внешних уголках глаза и мыслей, а во внутренних находится его тонус психический, то есть его судьба, как действует через него судьба. И мы чаще всего именно на судьбу больше обращаем внимание, а не на самого человека и ошибаемся в его настроении. Следующее чувство это чувство вкуса. Чувство вкуса связано с энергией человека, с праной. Если, допустим, человек вкусно кушает, то тогда у него много сил что-то делать. Если он кушает невкусно, тогда силы начинают таять или вообще не кушает. Да, тоже не хватает сил, он испытывает слабость. Но когда человек имеет дело с врачом, который знает, как с помощью вкусов поменять здоровье, тогда врач дает ему горечи. И человек пьет горькое, невкусное, и энергетика у него перераспределяется в сторону выздоровления. Потому что бывает так, что человек хочет наполниться не теми вкусами, которые помогают ему в жизни. Другими словами, вкусная пища не означает полезная. То есть энергии у нас будет много, но при этом наша жизнь будет разрушаться, потому что бывает злая пища или невежественная, а бывает благостная или добрая. понимаете, надо тоже это знать, не то, что все подряд можно кушать. Есть пища, которая несет зло человеку, страдания, а есть пища, которая несет счастье. Итак, следующее чувство это чувство воняния, оно связано с грубым телом, и поэтому когда человек, допустим, хочет определить, пища доброкачественная или нет, он должен ее понюхать. На вкус мы определяем, она мне нравится или нет, то есть даст мне энергию или нет. Но если ты хочешь понять, отравишься ты этой пищей или нет, надо нюхать, потому что на вкус синильная кислота сладкая. Но ты только один раз можешь попробовать ее вкус. Это смертельный яд. То есть попробовал, что сладкое, и потом и все. А вкус сладкий, классный такой. Понимаете, другими словами, вкус не определяет доброкачественность продукта, только запах. По запаху можно почувствовать бактерии. Пища будет отвратительно на запах, хотя внешне это самое любимое твое блюдо. Поэтому животные сначала нюхают, а потом едят. Им даже не надо знать, какое растение нужно для того, чтобы выздороветь. Если растение пахнет легкостью, свежестью и приятно, это значит, что оно не навредит здоровью. И собаки сначала нюхают, потом кушают. А люди сначала кушают, потом нюхают. Что за такое съел, что за запах? Мы с вами разобрали пять чувств, разобрали, что есть разум. У него есть три центра. Первый центр в лбу, второй в области сердца, третий в области паха. Эти центры разума, они имеют важное значение в нашей жизни. Так следует знать, что центр разума связан с лбом, он связан с энергией знания. Центр разума связан с сердцем, связан с энергией любви. И центр разума связан с областью паха, связан с энергией вечности или времени. Веда объясняет, что у души есть три энергии сознания. Сознание это то, что пропитывает все наше существование, это энергия души. И сознание имеет три аспекта. Например, иногда смотришь на человек и думаешь, какой он умный. Это означает, что очень много сознания идет через вот этот центр разума. На другого человека смотришь и думаешь, сколько красоты в этом человеке. Это значит, что у него этот сердечный центр разума работает очень сильно. На другого человека смотришь и думаешь, он какой-то такой живой, у него много силы жить. Это значит, что центр разума работает хорошо. Бывает человек добрый, сердечный, но сил жить у него нет. Бывает человек сердечный, но глупый. Бывает человек разумный, но нет любви. Согласны? Бывает по-разному. Ну, то есть есть три центра разума. Веда объясняет, что если душа хочет любви в следующей жизни, вот душа, находясь в тонком теле, сначала попадает сперматозоид отца, но в тонком теле попадает, это вызывает у него желание секса. Мужчина, когда он лезет на стену, хочет секса, это значит, что у него там душа сидит в сперматозоидах, которая хочет родиться. И когда она, ну, как бы уже устремилась к яйцеклетке, и резинка на пути встает, препятствие механическое, то тогда она опять возвращает назад недовольное сперматозоид. Понимаете? То есть она недовольна таким поведением будущего отца. Оказывается, не всем нравится вот такой секс. Может быть, мужчине и женщине не нравится, но душе, которая хочет родиться, не очень. Интересы разошлись в этом случае. Но когда нет такой души, которая хочет родиться, тогда у мужчины не возникает потребность в сексе. Эта потребность означает, у него есть вот сила, которая давит ему на мозги, которая заставляет его этот процесс осуществить, это душа, которая находится в сперматозоиде. Понимаете, есть два, две категории души. Одна душа, она хочет любви, гармонии, нежности, ласки, внимания, заботы, комфорта, стабильности, чтобы всё было хорошо в следующей жизни. И тогда в каком теле эта душа рождается? В женском теле. Другая душа хочет во всём разобраться, всё понять, всё победить, преодолеть все препятствия, стать сильной, крепкой, мужественной, достичь цели жизни, победить все неприятности, все трудности. Тогда в каком теле она рождается? В мужском. Понимаете, два противоположных желания. Одно желание связано с центром разума, который находится во лбу, другое устремление находится с центром разума, который находится в области сердца. И тогда происходит по-разному совершенно формирование тела. Веды объясняют, что есть три основных психических канала, которые дают нам возможность жить. Три основные канала. Их много вообще, психических каналов. Но три самые крепкие, самые большие. Центральный психический канал называется сушумно и происходит от макушки до копчика. Этот психический канал, он даёт человеку жизненную энергию или энергичность. Если, допустим, этот канал психически работает плохо, тогда человек чувствует вялость. И он приходит к врачу и говорит, я вялый. Он говорит, надо витамины есть. Он жрёт эти витамины, жрёт всё равно, говорит, я вялый. Потому что для того, чтобы он не был вялым, надо понять, что вялость или энергичность зависит от работы сушумно. И надо понять, как сушумно наполняется энергией. А сушумно наполняется энергией в результате дыхания. То есть есть дыхание, это психическое дыхание. То есть мы делаем вдох, допустим, и у нас воздухом наполняются лёгкие. Получается, энергия получает грубое тело. Но тонкое тело тоже получает энергию. И оно получает энергию через чакры или психические центры. Самый верхний макушечный центр, он дышит верой. Нужна вера. Вот этот центр дышит знанием. Вот этот психический центр дышит эмоциями. Вот этот психический центр дышит любовью. Потом дальше центр солнечного сплетения дышит способностью побеждать, возможности побеждать. Паховый центр стабильностью дышит. А копчиковый центр дышит удовлетворённостью или способностью быть удовлетворённым. Эти все психические центры связаны также с разными органами в организме. И они связаны именно с теми органами, напротив которых они находятся. Понимаете? То есть человек может одним чакрой, одним центром психически вдыхать энергию, другим нет. И так далее. Другими словами, сушумно или вот этот центральный канал психический, он даёт человеку, возможно, жить. Когда по нему перестаёт энергия течь, человек погибает. Если течёт слабо, тогда человек непонятно как живёт. Еле-еле. И сушумно наполняется через взаимодействие с природой. И человек, который имеет знание о том, как действует энергия природы, он становится способным быть энергичным и отдохнувшим. А человек, который этого знания не имеет, он всегда вялый и несчастный. Это знание приходит через веру. Некоторые люди не знают, что надо ехать на природу и там общаться с природой. Вот у меня, допустим, сейчас поселили в квартире напротив реки. У вас какая река вот такая большая течёт? Как назвать? А? Белая. Белая? А где-то это? Две реки. Две реки. Замечательно. Разузнаю, что за одна из них. Вот. От неё исходит определённая сила от реки. И чтобы эту силу получить в свою жизнь, нужно верить в воду, другими словами её любить. Нужно реку любить. Понимаете? В древней культуре объяснялось, как реку любить. А сейчас? С чувствуете, полегче стало? У неё поменялось восприятие мира сейчас, а организм наполнился гормональными функциями. Понимаете? То есть вот это тоже надо изучать. Надо изучать, как этот мир соткан из разных энергий. Понимаете? Если мы настраиваемся на правильную волну с верой, то мы получаем здоровье. Часто люди думают, что для здоровья не хватает таблеток там, ещё чего-то, прогреваний каких-то. Вот нам не хватает отношений с природой. Они дают здоровье. Понимаете? Это связано вот с этим центром психическим, который находится в области паха. Он связан с возможностью человека быть здоровым. И это не зависит от пола. То есть есть мужчины, есть женщины. Все хотят быть здоровыми. Поэтому этот центр, он у всех одинаково работает. Но вот если говорить об энергии любви и знания, то у женщины энергия любви намного превосходит, чем у мужчины. То есть сердечный центр у женщины развит гораздо сильнее, а у мужчины гораздо сильнее развит центр, связанный со знанием. Поэтому, так как этот центр, связанный со знанием, даёт человеку, слушайте внимательно, стабильность настроения, раз. Даёт человеку устойчивость в понимании, как жить, два. Даёт человеку устойчивость в направленности жизни, три. Даёт человеку смелость, потому что он знает, что вот так у него, поэтому смелость есть. Дальше даёт человеку способность побеждать судьбу. Потому что энергия знания, она победоносную силу имеет. И женщине всего этого так не хватает. Ей не хватает устойчивости в жизни. Она чувствует себя незащищённой. У ней есть страх в сердце постоянно. А вдруг не так будет? А вдруг вот это то? Вот вдруг это сё? Потому что здесь слабая зона психики, ну, в разуме. То есть женщина чувствует, что ей нужна в жизни защита, опора какая-то в жизни нужна. Нужна стабильность. Не хватает стабильности. То так жизнь течёт, то так. Нужна стабильность какая-то. Понимаете? Поэтому женщина стремится к мужской природе, к мужскому началу. Потому что мужское начало её стабилизирует, успокаивает. Если женщина находит вот того человека, который даёт эту стабильность, она так к нему прижимается, раз, и прижухла. Застыла рядом с ним. Почему? Потому что она чувствует стабильность, ей хорошо, всё, всё нормально. Психика успокаивается. Так, женщины? Мужчины? Да. Да. Мужчины не знают, что там у женщин происходит. Итак, мужская природа. Мужчине, у мужчины вот здесь, вот в области сердца, зона слабая. Там не хватает силы. Означает, что мужчине не хватает чистоты в жизни. Он как бы не понимает до конца, как правильно жить. У него есть какая-то устремлённость в жизни, но не всегда он понимает, правильно он устремлён или нет. Мужчине не хватает любви, ему нужна любовь, ласка, ему не хватает ласковости. Между мужчинами какие отношения? Привет, давай, мужик, ну ты чё, давай, быстрее. Понимаете, как дела? Глазом, плечо, нормально, молодец, у меня тоже. Вот. А женщина так не общается между собой, она, моя хорошая, я так рада тебя виду. Вот. Ну то есть по-разному воспринимается мир отношений между мужчиной и женщиной. Мужчине не хватает любви в сердце, мужчине не хватает заботы, ласки, внимания. Он чувствует себя одиноким. Женщина тоже может чувствовать себя одинокой, если она не функционирует как женщина просто. А у женщины внутри есть возможность быть неодинокой, но у мужчины внутри такой возможности нет. Ему нужна женщина для того, чтобы быть неодиноким. А женщине, чтобы быть неодинокой, достаточно быть активной как женщина. Она может быть неодинокой с жучкой, внучкой, деткой, репкой и так далее. То есть у нее подружки могут дать ей неодиночество, то есть она может активно как бы отношения строить. У нее много-много всяких отношений, она неодинокая, если она функционирует как женщина. Но она при этом не может стабильности в жизни получить, потому что стабильность приходит через мужское начало. Бесстрашие, ей страшно жить. Бесстрашие приходит через мужское начало. Видите, таким образом нужна гармония, то есть мужское и женское начало должно жить в сотрудничестве, в гармонии, тогда приходит счастье. Бывает, что человек, допустим, монах, но он, как монах, он имеет отношение с божественным женской природой. Допустим, монахам надо поклоняться, допустим, если он христианин, надо поклоняться Богородице. Как, допустим, Серафим Саровский, он поклонялся Богородице, и это давало ему возможность быть устойчивым, как монаху. Он имел дело с женской природой тоже, но с высшей женской природой, понимаете? Другими словами, все равно, даже монаху нужно отношение с женской природой. Никто не может жить без гармонии. Женская и мужская природой должны быть в гармонии. Если этого нет, значит, тогда нет счастья. И нужно понимать, чтобы была гармония, нужно понимать, как действует женская психика, чего женщине вообще в жизни нужно. Нужно понимать, как мужская психика действует, и на основе этого получаются обязанности человека. Веда объясняет, что женская психика действует через психический канал, который идет с левой стороны от сушумной центрального канала, называется канал Ида-Нади. Этот психический канал у женщин в три раза сильнее работает, чем у мужчин. И он, этот канал психический, он дает энергию для близких отношений, для того, чтобы тело сформировалось нежным, для того, чтобы взгляд был внимательным, для того, чтобы чувство вкуса было избирательным. Женщина как кушает? Она пробует, а мужчина как кушает, жрет. Понимаете, то есть чувство вкуса у женщины, она как кушает? Ну, по чуть-чуть всего, она пробует, она не кушает. А мужчина, она просто наестся и все. Нужна сила. Мужчине нужна сила, а женщине нужна любовь от пищи. Разные потребности. Понимаете, то есть другими словами, надо разобраться, кто есть кто, как действует психика, чтобы выполнять свои обязанности. Допустим, мужчина говорит, что у нас пожрать в доме нет, что ты готовишь опять? Да ей не надо жрать, ей надо пробовать. Поэтому она готовит, что ей вот это то, что там жрать, ей не подходит для того, чтобы насытить свое чувство вкуса. Правильно, женщины? Надо приготовить, чтобы было вкусненько, тогда будет цито для женщины. А жрать, иди сам жри. И так и до нади, вот этот психический канал, он имеет свои функции. Когда он функционирует сильно, тогда организм становится нежным, человеку нужна мягкая постель, человеку нужна теплая вода для здоровья, человеку нужна кожа очень чувствительна, одежда должна подходить для кожи. Женщина в результате активности этого канала приобретает следующие качества характера. Доброта, нежность, чувствительность, застенчивость, потому что ей стыдно как бы рисоваться, застенчивость. Дальше желание заботиться, потому что женщина, ну вот этот канал психический, он наполняет человека энергией любви. Энергия любви означает, что из тебя что-то исходит, и ты счастлив, когда ты видишь, что это чувствует другой человек. Отсюда означает заботливость. Например, для женщины, для того, чтобы быть счастливой, нужно увидеть, что чувствует от тебя другой человек. Поэтому женщине нравится кормить. Она кормит человека и видит, как он чувствует себя, когда она его кормит, и радуется. Мужчине нравится самому есть. Потому что у него другая функция немножко. Женщина живет счастьем других людей. Он говорит, Олег Геннадьевич, я для себя ничего не прошу, расскажите мне, почему у моего сына счастье не складывается в жизни. А это как раз и есть ее счастье. То есть она живет счастьем своего сына, женщина, потому что для нее важна циркуляция энергии любви. Если у сына нет счастья, значит ее энергия любви тоже несчастна. И она чувствует себя несчастной. Видите, то есть женская природа, она другая, не такая, как мужская. Женщина по природе, по природе склонна быть доброй, чуткой, нежной, внимательной, заботливой, ласковой. Чувствительной, также означает капризной. По природе женщине быть капризной, потому что она чувствительна. Ей тяжело в любой обстановке находиться. Она говорит, нет, мы вот так будем расставлять мебель. Он говорит, ну тебе что, какая разница, как мы расставим мебель? Она говорит, это тебе какая разница, как мы расставим, а мне никакая разница, потому что я чувствительная. Я вот так смогу жить, а не так не смогу. Он говорит, не по барабану. Ну то есть эксперимент проводит. И расставляет, как он считает нужным. И потом три года выноса мозгов. На четвертый год он переставляет, как ей надо, и думает, слава богу, все. Понимаете? То есть можно было сразу так сделать, как женщина хочет все расставить. Почему? Потому что, мужчины, проведите эксперимент. Придите домой и на кухне поставьте, как считает нужным что-то. На следующее утро все будет стоять, как стояло. Никаких шансов вам переставить с одного места на другое то, что стоит у женщины на кухне. И вообще во всей квартире. Попробуйте что-то переставить туда, куда считает нужным. Шансов нет, чтобы это там осталось. Даже если вы будете наставить, это должно стоять здесь. Придете, через месяц опять будет стоять гидар. Правильно женщина я говорю? Да. Потому что для них это очень принципиально важно. Они чувствуют себя некомфортно, когда что-то стоит не там. Так вот, женщина устроена психика, она ко всему очень чувствительна. Но если мужчина этого не понимает, тогда он будет страдать в отношениях, потому что он не будет давать женщине то, что приносит ей счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!